Да, смотри, еще я вчера как раз на мероприятии познакомился с людьми, у них был крупный бизнес, который после СВО загнулся, потому что все поставщики были за границей, но, насколько я их понял, у них сейчас есть земля, и они хотят там такой проект в плане туризма, отдыха, что-то такое сделать. Часть каких-то денег есть, но положений нужно гораздо больше, нужны инвестиции. Я сказал, что, ну да, в принципе, были истории, были кейсы сбора денег, нахождение инвесторов, рассказал про ресторан в Сингапуре, если интересно, можем более детально пообщаться. Занимаемся мы таким или не занимаемся? Да, занимаемся, но это сложная тема, это, наверное, самая сложная, наисложнейшая тема, даже, наверное, сложнее систематизация, ну, может быть, наравне, потому что там другие области мозга. Здесь у нас маркетинг и психология, а в систематизации устройство процессов. То есть это наиболее сложный способ реализации вообще всего. Сейчас объясню. Вчера я рассказывал как раз про систематизацию, давайте немножко про привлечение инвестиций в бизнес расскажу. Смотрите, как вообще происходит, вообще по классике. Человек, либо у него потерян бизнес, например, у него оборвалась стандартная пакета, вот, лидогенерация и привлечение клиентов. А у него весь бизнес на этом был завязан. У него все шло, потому что у него получалось привлекать клиентов каким-то одним классным способом. Все, он у него загинается, вместо того, чтобы маркетинг учить и придумывать что-то новое, он такой, все, у меня бизнес накрылся, буду заниматься сам туризмом или чем-то еще. Но бизнес как будто остался. И самое прикольное, что его все равно можно продать, потому что есть люди, которые умеют к готовой системе прицепить маркетинг. Это маркетологи, там, таргетологи, ну и так далее. Вот, соответственно, задача продать этот бизнес тому, у кого уже есть клиенты. И если мы найдем людей, у которых есть клиенты, то производство тоже стоит денег. Может быть, не таких больших, но все равно стоит. Там тоже помещение, да, вот если оно как будто ничего не стоит. Но если кто-то там ищет давно помещение и хочет открыть ресторан, допустим, так он выкинет это все и сделает там просто ему помещение нужно. Вот, а клиенты или там расширение базы у него есть. Или банк, да, можно это помещение взять в аренду и пересдать под банк. Вот такие всякие штуки. То есть, вот мы должны понимать, что любой бизнес имеет ценность, если знать, кому его можно продать. Вот мы на этом выезжаем. Это вот первое. То есть, то, что уже не работает, можно продать. Второе. Как это сделать, даже давайте не второе, а опять сюда же. Как это сделать лучше всего? Лучше всего, если у человека нет клиентов, либо оно оборвалось. То есть, это супер дешево стоит. Мы можем туда добавить клиентов, просто маркетинг базовый. Ну, то, что я сейчас рассказывал про стоматолога. Просто сами сделать, заморочиться, систему создать. И уже этот бизнес с клиентами, может быть, его и не надо продавать. Может быть, этот же сам человек его и купит. Ты говоришь, слушай, а давай мы тебе наладим поток клиентов, у тебя бизнес будет дальше работать. Просто другим способом. Просто за тебя сделаем. И ты можешь получить либо долю в бизнесе, либо можешь получить хороший чек какой-то. Если убедишь его, что это будет работать. Так же он говорит, не, я вообще устал от этого бизнеса. Тогда ты можешь его продать. Ну, или там себе оставить. Ну, неважно. Тут уже у тебя, ты покупаешь с дисконтом, по сути, бизнес-процессы. За дешево покупаешь все станки, помещения и все остальное. Потому что это уже никому не надо. Это уже грузом бесит человека, у которого с этим связано там полжизни. Просто эмоциональное решение может быть. Вот. Значит, с этим разобрались. Второе. Вторая тема. Это когда ты создаешь новый бизнес. Стартап. Это вот там турбаза или что-то еще. Или там ресторан новый открываешь. Ну, любое новое направление. Стартап. Ищи туда инвестиции. И люди тоже будут готовы давать инвестиции. Особенно, когда вообще ничего не понятно. Ну, это как бизнес-ангела. Инвесторы, которые вкладываются в 10 проектов, а и знают, что 9 из них сгорят. А один будет успешным. Такие бытовые инвесторы. Это не фонды, ни в коем случае. Просто люди. И люди смотрят на что? Они смотрят на харизму владельца. На то, что там есть какой-то потенциал. На то, что на веру, по сути, они покупают. И здесь задача красиво, хорошо упаковать и на веру продать. А дальше уже зависит от совести человека, что он планировал или не планировал делать. Мы не можем на это никак влиять. Наша задача просто обеспечить маркетинг. И то, что наш клиент, в данном случае владелец бизнеса, рассказывает, что он будет делать, мы можем упаковать. Красиво. Дальше мы эту всю упаковку, на нее привлекаем клиентов и организуем встречу продавца и покупателя. Ну, сами оставаясь брокером. Туда не влазя. И тут уже тоже сами можем смотреть, насколько это все честно, насколько это все актуально. Сами верим или не верим. Но это уже вопрос морали, скажем так, а не технологии. И вот с человека, который хочет продать бизнес, мы, как правило, берем деньги. Тысяч сто можно взять на то, чтобы вообще разбираться в этом. Для этого надо продать себя как успешного бизнес-брокера. Говоришь, слушай, я запускал такие проекты, твой бизнес тоже потенциально можем продать за 10 миллионов. Но чтобы вообще понять, что там внутри, надо покопаться. Ты готов оплачивать мое время? Некоторые люди готовы оплачивать. Говоришь, 30, 50, 100 тысяч. Вполне окей. Говоришь, все, кидай деньги, я буду заниматься. У меня на два дня, чтобы я изучил вообще все твои документы. Правильно, там неправильно. Мне нужно проверить, что ты все, что говоришь, это реально рабочая схема. Иначе как я буду упаковывать? Согласен? Говорит, ну да. Все, давай тогда скидывай деньги. Я пошел изучать. Наша команда будет изучать. Говорит, а давай ты потом с прибыли. Например, или что-то еще. Ты говоришь, а мне-то это зачем? У меня все нормально. Я успешный бизнес-брокер. У меня там бизнес. Ну, то есть, по сути, это вопрос предложения себя. Насколько он хочет с тобой работать. Самопродажи. Если у вас еще нет навыков и опытов, тогда можно и бесплатно это все поделать. А потом взять самый лучший проект. Как делают продюсеры? Анализ за свой счет. В идеале можно взять деньги за анализ. Далее. Ты такой смотришь, говоришь, все классно. Выходишь с ним на созвон, на зум созвоны. Кстати, у меня есть такие зум созвоны. Мне парень как раз закидывал сотку, чтобы я анализировал его схемы по привлечению инвестиций в какое-то там страхование. Какая-то сложная мутная схема. Я говорю, слушай, схема мутноватая. Я не очень понимаю. Я буду ее изучать только за деньги. Он говорит, ладно. И вот прислал денег. Вот. И я с ним встречался. Выяснял, реально ли все так. Или там какой-то обман. Я подвоха не заметил. Поэтому помог ему сделать базовую упаковку. И отослал там знакомым. Вот. Кому это могло быть интересно. Все. Просто связал его с людьми. Так вот. Задача. Упаковку сделать. Такая упаковка в себестоимости будет 1200 стоить. Не может быть дешевле. Потому что она такая достаточно серьезная. Вот. По факту, наверное, можно и больше взять. Можно там 300-500 взять. Ну, то есть большой объем работы. Чтобы все проанализировать и упаковать. Потом нужно будет на рекламу и стратить деньги. Примерно 1100-1200 может быть. И на эту рекламу будут приходить инвесторы. С авито. С площадок разных. С блогеров может быть. Ну, то есть разные площадки используем. Показываем им оффер. Который мы упаковали. Механика одна и та же. Просто мы используем бизнес как наш товар. Мы делаем из бизнеса товар. И все. Дальше лидов привлекаем. Хоть по нетворкингам. Хоть через рилсы. Ну, через рилсы долго, скорее всего. Либо это реклама, либо личные связи, знакомства. Человек приходит. Дальше нам надо натренировать собственника, чтобы он не запорол продажи. Ну, по сути, с ним попродавать. Но сделал так, чтобы он был улыбчивый, правильные ответы говорил, который хочет услышать покупатель. И обеспечить юридическую формат сделки. Чтобы у них там было все сошлось. И самое главное самого, чтобы вас тоже не выкинули оттуда из сделки. Объясните первому и второму, что им невыгодно договариваться без вас по каким-то причинам, что надо именно с вами это делать. И вы тогда получаете процентов 10 от сделки. Ну, соответственно, если там 10 миллионов, вот миллион ваш. Здесь похоже на риелторскую историю. Ну, в чистом виде. Вот. По неближности. У них очень часто, ну, такой основной страх всех риелторов, ну, сколько я сталкивалась. Ну, конечно, зависит от чеков разных. Это то, что их, как бы, ну, могут кинуть каким-то образом. Когда они сводят клиента продавца. Вот. Но в таком случае, ну, не знаю, как вот ты говоришь, типа, объяснить им, что им без тебя невыгодно. Что ты имеешь в виду? Да это самая легкая часть, Кристин. Тут это не важно. Самая сложная часть – это сделать упаковку и обеспечить переговоры. А как сделать так, чтобы не кинули? Ну, очень просто. Тебе человек, когда задаток оставляет, этот задаток ты себе забираешь. Ну, потому что ты говоришь, ну, никто не будет у тебя задаток за бизнес оставлять, если он покупатель не собирает. Вот этот вот неотъемлемый задаток, ты его в первую очередь себе забираешь. Это технический вопрос. Да, это страхи там и все остальное, но это не главное. Мы же сейчас говорим, как не учить их делать, кого-то, да, быть бизнес-брокером, да, а самому стать. Вот. Потому что, чтобы учить, надо самому проделать хотя бы разочек вот эту всю историю. Ну, конечно, да. Я слышала, что это какая-то страшилка у них, мне это было странно, почему эта страшилка, ну, я не понимала, почему так все боятся агенты недвижимости, но здесь просто похожая ситуация, я решила спросить. Потому что кидают всех, конечно. Они не уверены в себе, не идут на правильный договор, не подписывают правильный договор. Ну, а правильный договор такой, что ты эксклюзив забираешь себе, что ты берешь деньги 200 тысяч за упаковку, что если он сам продал, то он все равно себе платит эти 10%. Вкладываешь деньги клиента в рекламу и потом вычитаешь это из этой суммы. Тоже, в принципе, нормально. То есть ты вообще ничем не рискуешь. Ты сделал упаковку и ищешь продажу. И потом на этой разнице растешь. Точно так же абсолютно и в риэлторстве. Да, ты права, можно схему один в один оттуда взять. Марафетишь бизнес и вперед. Просто если ты недвижку марафетишь, тебе достаточно просто это сделать. Ну, ты заходишь, как дизайнер, понимаешь, тут там купил шторки, тут там ковер повесил, тут картину. Ну, в целом понятно. А бизнес в графете? Да, непонятно. Вот, надо хоместейджинг для бизнеса делать. Наладил отдел продаж, завел CRM-ку, сделал отчетность. То есть чаще всего у человека где-нибудь там на коленке в Excel-ке, либо где-нибудь еще. Ты говоришь, слушай, давай вам CRM заведем, 5000 стоит. И сделаем там все по-взрослому, перенесем. Ну, по-нормальному. Вот. Делаешь это все по-нормальному, чтобы это выглядело прилично. Человек только покупает. Все серьезная компания, все оцифровано, клиенты идут, все нормально. А, еще там поддержка. Ты учишь управлять. Как еще сделать, чтобы тебя не турнули оттуда? Ты можешь свои услуги туда добавить. Вот как я делал в Сингапуре. Я добавил, по сути, услуги свои туда внутрь. Ну, бессмысленно было то, что я предлагал туда. Я предлагал свои маркетинговые услуги. По выводу проектов клиентов на либо такой же моделью, либо другой. Вот. И там человек 5-7, наверное, ко мне обратились за консультациями, за помощью в их бизнесе. Вот. Я им помог. Ну, по сути, почему нет? Хорошая тема. Для меня это лиды потенциальные. Для бизнеса это дополнительная опция. Ну, стоит она 120 тысяч. Это, конечно, стоит. Там минимум был, по-моему, 2000 долларов. Вот. Я к чему? К тому, что если вы обладаете компетенцией, то выгодно заниматься такой штукой, потому что вы можете туда навык продаж добавлять, навык маркетинга. То есть все материалы, которые у вас есть, вы упакуете туда и, допустим, можете продать этот бизнес с клиентами. Просто с собой. За повышенную стоимость. То есть человек говорит, я хочу бы 3 миллиона получить, например, за этот бизнес и буду счастлив. Вообще не вопрос. Ты не расстроишься, если за 10 продам? Он говорит, да нет, нормально. Все, заключаешь контракт на 10, 3 ему отдаешь, а 7 себе. Но самого себя в обязательство туда добавляешь, что ты построишь отдел продаж, допустим, и маркетинга. Все, и за 7 миллионов строишь. Выгодно, почему нет? Такие вот штуки. Но это вот пятый креативный способ. Я бы пока на это не замахивался, те, кто новичок. Вот это сложные штуки. Они работают, когда у вас навыки отточены. Очень круто переговоров, продаж, понимание, как бизнес-модели работают. Первый навык, да, чтобы уметь разбор делать. И маркетинга. И продуктовое понимание. Вот без этого я бы на этот уровень не шел. Серьезно, достаточно история. Ну, либо идти и в процессе развивать эти навыки. Тоже неплохо. Ну, большое обучение предстоит тогда тут. По сути, то же самое. Психология. Психология влияния, психология продаж, бизнес-модели. Насмотренность надо получить. Не все быстро. Но возможно. Я же этим тоже не занимался. Просто посмотрел, как сделал. Ну, увидел закономерности. Ага, думаю, все понятно. И давай пробовать. Соображалка, чтобы работала. Тогда все окей. Субтитры создавал DimaTorzok